Как известно, у нас на Кубани немало одаренных людей, которые увлекаются поэтическим творчеством. Люди разных профессий, от мала до велика, пишут стихи, чтобы выразить свои чувства и поделиться ими с любителями поэзии. Об этом мы расскажем в нашем репортаже. Поэтическая творческая встреча «Щедра талантами. Родная сторона» состоялась в студенческом клубе Славянска на Кубани. На встречу пришли самодеятельные поэты нашего района, в том числе члены литературного клуба «Патриот», студенты, школьники и горожане, поклонники поэзии. Весь вечер со сцены клуба в авторском исполнении звучали стихи известных славянцам авторов. Георгий Байчевский посвятил свое стихотворение подвигу деда, который пал смертью храбрых под Керчью в декабре 1943 года. Вот и сам. У нас задача отвлечь врага от главных сил и попытать свою удачу. Компактной смертью нас просил. Сода дней фашисты били от Эртигена до Керчи, и по дылам его ходили, след заметая свой в ночи. Не до последнего держали плачок с земли свой митридат, но мы тогда еще не знали, что он сам разбил. В ходе мероприятия на сцене состоялась презентация личности поэта Виталия Чайки. В процессе беседы Виталий рассказал о том, когда впервые почувствовал тягу к литературе, как происходило его становление, на какие темы он пишет. Он прочитал стихотворение о своей бабушке. Бабушка добрая такая, милая, сонучек весеннего солнышка. Как волшебность на семья красивая, ее годы спереда донышко. К ней в гости придул, да сня, хлебушка. Ломать масло, чем намажет сливочным. Назовет она Алешенька и дедушку. Я вижу их, парни счастливые. А еще в комнате было зеркало. На нем приемник встал сломанный. Оторжавая зеркаль, правда терпкая, бабушка много историй помнила. Умерла она, мы не верили. На лице мне молодость светлая. За кошком шумела деревьями. Говорили все, память ей вечная. Читались стихи и другие славянские стихотворцы. Завершился творческий вечер, исполненный студентами песней, которая считается гимном Славянска на Кубани. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».